Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Надежда и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. Это видео будет о новиночках 17-го каталога. И кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Хоть каталог уже идет, уже в разгаре, но все-таки новиночки я сниму. Вдруг кому-то пригодится мой обзор. Получила я вот такие вот тени, которые у нас вышли. Новая линейка итальянского производства тени. Вот так вот они упакованы. И я взяла оттеночек лиловые волны. Здесь 8 грамм и артикул в них 57-42. Вот так вот выглядят эти оттеночки, эта палета. Посмотрите, какие они красивые. Они полностью совпадают с тем, что на картинке. И вот я с тем, что я нанесла вот сейчас на руку. Как видите, совпадают они очень-очень даже хорошо. Здесь в этой палете тени сатиновые, тени перламутровые и тени матовые. Вот такая вот классная палетка. Заявлено, что они не осыпаются, не смазываются. У них легкость нанесения. Это действительно так. Сейчас вот они присутствуют на мне, на моем лице. Я сделала макияж с ними. На моих глазах, вернее. Я сделала макияж с этими тенями. Я хожу уже с ними неделю. И они мне очень-очень нравятся. Ну, во всяком случае, их текстура меня просто покорила. Они действительно очень классные. Может быть, конечно, дороговата цена у этих теней. И очень дешево смотрится вот эта вот, конечно, упаковка. Такое ощущение, что она вот совершенно ненадолго разломается, мне кажется. Но кто его знает, может быть, за счет того, что качество теней очень хорошее, и упаковочка более бюджетная, ценовая политика такая, более меньшая. Ну, надеюсь, вы мои мысли поняли. А так, конечно, очень-очень простая упаковка. Следующее, что я хочу показать, это будет жидкая матовая губная помада. Вот такая. И оттеночек у нее 40-465. Здесь 4,2 грамма. И оттенок этот называется лиловая орхидея. Заявлено, что она дарит губам объемный матовый цвет, невесомая бархатистая текстура, матовый финиш. Помада действительно сразу становится матовой, как только вы нанесли ее на губы. Сейчас вот она на мне, как видите, вообще я сегодня полностью макияж именно вот в новиночках. Но под эту помаду нужно все-таки наносить предварительно увлажняющий бальзамчик какой-то, потому что свойства матовых помад все-таки сушат губки все равно. Какая бы эта матовая помада ни была, но ведь вот действительно она такой объемность дает губам. Мне понравилась помада, но кажется все-таки она для меня темноватая. Я привыкла красными такими помадами красить. Мне больше такие оттенки нравятся. Лиловый я тоже люблю, но этот вот оттеночек что-то мне кажется темноват. Но не знаю. Ношу вот пока нравится. Следующее, что я вам хочу показать, это у нас вышел новый водный освежитель. Водный спрей-освежитель. Солнечный ананас. Он классно пахнет действительно ананасом, таким ярко выраженным. Чем хороши эти наши водные освежители? То, что понятно из названия, что они на водной основе и что здесь полностью косметические компоненты. То есть безопасно для вашего здоровья, если вы боитесь. Он очень хорошо увлажняет воздух в помещении, от пыли устраняет вот этот вот запах. Очень замечательные освежители. Я постоянно их покупаю, особенно если выходит на веночку. У меня обычно их несколько всегда в использовании. Я один поставлю, потом мне надоедает, убираю другой. И вот так вот чередую и меняю ароматы. Вот так вот он очень хорошо распределяется, распыляется. Кто не знает, у него тут кнопочка такая. Так вот закрывается, открывается. Ой, как пахнет ананасом. Просто здорово. Следующее, что я вам покажу, это вот такая пудра, которая меня просто выбешивает своей упаковкой. Да простят меня дизайнеры, которые это все разрабатывали, но я ее просто не могу открыть. Я ей ломаю ногти. Это какой-то ужас для меня. Вот даже сейчас у меня ничего не получается. Я не знаю, как с ней можно справляться. Я не знаю, может быть, у меня руки не оттуда заточены. Но вот такая вот пудра. По текстуре она просто шикарная. Но вот меня не то, что... Меня раздражает не только то, что она плохо открывается. Сама вот эта вот объемная упаковка у меня просто... Ну, какая-то ерунда. Ну, зачем? Вот я не знаю. Может быть, кому-то нравится. Я не хочу никого обидеть. Ну, вот для меня это, мне кажется, очень-очень неудобно. Внизу здесь есть спонжик. Если открыть, видно, вот он этот спонжик. Но спонжиком я не пользуюсь. Я ношу с собой кисточку, и кисточкой я припудриваюсь. Мне так больше нравится. Ношу я такую пудру только на работу, потому что дома я использую пудру рассыпчатую. Вот как-то привыкла и вот всегда делаю так. Сама пудра по текстуре очень приятная, очень замечательная. Заявлено, что она придает эффект сиянии изнутри. Эффект софокус обеспечивает рассеивание света, что визуально скрывает ваши морщинки и недостатки, и делает меня заметными. Производство, кстати, у этой пудры Россия. И артикул у нее 6451. Здесь 8 грамм. Это светло-бежевый оттенок. Ну вот, пудра, конечно, как я уже сказала, она мне нравится. Мне просто вот упаковка, конечно, повторюсь, не знаю. Следующая новинка, которую я вам хочу показать, это вот такая маска. Маска кислородная для лица, идеальный тон и увлажнение. Как видите, упаковочка у ней зеленая. Сама маска тоже зеленая. Что мне нравится, что она идет по размеру лица, ни больше, ни меньше. Не надо ее закладывать куда-то за уши, как другие маски. У компании Фаберлик есть такие. Маска сама мне очень понравилась. Создает обильную густую пену такую, соприкосновение с кожей, когда соприкасается с кожей. И в пену это тоже, как видите, зеленая. Вот такая. Эффект, конечно, у ней хороший. Мне понравился. Хорошо она увлажняет лицо. Действительно, последнее ощущение очень-очень хорошее. Масочку я это буду покупать однозначно. Артикул у нее 0,2-34. И она увлажняет, улучшает цвет лица. Содержит экстракт зеленого чая и сахарного трясника. Здесь 18 грамм. Наносить ее надо на 10-15 минут. И потом ее, эти пузыри, снять маску, массировать, чтобы у вас осталось на лице. И потом смыть воду. Следующее, что я вам хочу показать, это маска для лица. Маска для лица Пудинг Авокадо. Вот такая вот она. И когда вы ее открываете, она зеленая. Таким цветом интересным. Текстура у нее вот такая. И что же заявлено? Что в составе мегапитательные компоненты экстракции мянчей и известных уникальной концентрации жировых кислот богатым составом минералов и витаминов. Здесь в составе маски соки, натуральные масла, мощи, основы растительного происхождения. Нет, самое главное, СЛС, парабенов и силиконов. Это я говорила о тех, кто боится СЛС, парабенов и силиконов. Сама маска, конечно, смывается очень хорошо, но ощущения совсем скользких волос, когда СЛС в составе присутствует, в ней действительно нет. Поэтому, кто любит такие маски, присмотритесь. Вообще, мне маска очень-очень понравилась. И аромат у ней достаточно такой прям приятный. Очень-очень приятный. Ну все, мои дорогие зрители, это был весь мой заказ новиночек. Надеюсь, вам было полезно, интересно. И если вы хотите присоединиться к компании Фоберлик, то ссылочка под видео. С вами была Надежда. Всего вам доброго.